Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС вновь на связи. В эфире Минск чрезвычайный в студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Ну что ж, по традиции цифры статистики. С начала года только в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более двух тысяч выездов. На пожарах погибло 9 человек. 24 человека пострадало, из них двое детей. 211 человек было спасено и эвакуировано из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Началась неделя с сообщения на 101 о загорании на проезжей части по улице Русиянова автомобиля Пежо 1996 года выпуска. В результате короткого замыкания произошло загорание в моторном отсеке автомобиля, который, к слову, находился в движении. К счастью, пострадавших нет. Уже вечером в понедельник в центральном районе нетрезвая пенсионерка устроила пожар в собственной двухкомнатной квартире на улице Радужной. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, или, попросту говоря, оставленная без присмотра кастрюля на электроплите. В результате повреждено имущество в кухне и закопчена квартира. От собственной неосторожности пострадала и сама хозяйка. Ее с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу скорой помощи. Во вторник ничего значительного в городе не произошло, и серьезных по своим последствиям пожаров не было зафиксировано. А вот вечер среды стал не совсем приятным для жителей домов номер 22 и 28 по улице Голубева. Около 7 часов вечера короткое замыкание электропроводки стало причиной загорания в электросчетах на лестничных площадках нескольких подъездов. В результате ЧП были повреждены электросчетчики, электропроводка и закопчены лестничные площадки. Но самое главное, без электроснабжения остались несколько подъездов. Около 3 часов ночи электроснабжение было полностью восстановлено во всех квартирах. Минск чрезвычайно. Поздней ночью со среды на четверг, предположительно в результате поджога, произошло загорание в салоне автомобиля Opel Zafira 2001 года выпуска. Огнем был поврежден салон и лакокрасочное покрытие железного коня. Около 3 часов ночи с четверга на пятницу в службу 101 поступило сообщение о минировании помещения клуба-ресторана ПМЖ на столичной улице Притыцкого. На место вызова выбыли милиция, МЧС и саперная группа войсковой части номер 5448. Из здания были спешно эвакуированы 30 человек. Это персонал и посетители клуба. Затем саперная группа обследовала помещение, взрывчатые вещества обнаружены не были, пострадавших нет. Как выяснилось позже, ложное минирование устроили две потенциальные посетительницы, которых не пустили в клуб-ресторан. Теперь за сообщение по нарожку им грозят вполне реальные сроки. Минск чрезвычайный. Если бы не очевидцы, сообщившие в МЧС о дыме из окна квартиры на третьем этаже, кто знает, возможно, эта пятница стала бы трагической для жильцов дома по улице Орловской. Здесь из-за неосторожного обращения с огнем загорелись постельные принадлежности. Спасатели вынесли из огня брата хозяина квартиры, инвалида первой группы. С диагнозом отравления продуктами горения 38-летний виновник был госпитализирован. К слову, соседи погоревших жильцов характеризовали как злоупотребляющих спиртными напитками. В субботу в середине дня на проезжей части напротив дома номер 105 на улице Убаревича загорелся автомобиль. В моторном отсеке Митсубиши Галант 1987 года выпуска произошло плавление электропроводки. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Ранним утром в воскресенье непотушенная сигарета стала причиной пожара на улице Бельского. Сообщение о пожаре поступило в службу 101 в 4.27 утра. В однокомнатной квартире на девятом этаже загорелось домашнее имущество на площади 5 метров квадратных. Оказалось, что в помещении курил 53-летний сын хозяйки. Прибывшие оперативно спасатели пожар ликвидировали и никто не пострадал. Минск чрезвычайно. Хочу отметить, что с начала этой недели в столице установилась по-настоящему летняя погода. Наконец-то! Но всю неделю в Минске будет очень жарко и температура воздуха продержится в районе 28-30 градусов по Цельсию. А жара это не всегда хорошо и, как известно, она может привести к быстрому перегреванию, обезвоживанию организма и развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим несколько советов, как обезопасить себя в жару. Прежде всего, старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12 до 16 часов дня солнце наиболее активно. Надеюсь, наши простые рекомендации помогут сохранить вам здоровье и избежать чрезвычайных происшествий, а последний месяц лета принесет вам спокойствие и хорошее настроение. Берегите себя! До встречи! С вами был Виталий Димбовский. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.